Приветствую вас, Лидия. Вам правильно сказал мой коллега о том, что если вы хотите погадать, то вам нужно обратиться в раздел эзотерики, там вам погадать. Психологи не занимаются гаданиями, психологи анализируют полученную информацию и, соответственно, уже из этого дают какие-то рекомендации. Соответственно, как бы вы говорите, что познакомились с молодым человеком, но при этом не рассказывайте, сколько времени вы с ним знакомы, молодым человеком, сколько времени вы с ним знаете друг друга, как много времени прошло с тех пор, как вы познакомились и между тем, как вы познакомились и тем, что вы к нему прилетели, как бы влюбившись в него и так далее. Другой момент, для чего вам его, с его стороны взаимно? То есть, понимаете, обычно любящие люди, они взаимности не просто, они взаимности обычно не ждут, они взаимности обычно не хотят, для них взаимность не так важна на самом деле. Для них важно, скорее, я бы сказал, счастье самого человека, того, кого любим мы. В вашем случае, что вы говорите про отсутствие у него такой же сумасшедший вейн. Тут тоже есть такая тонкость, такой нюанс. Он заключается в том, что далеко не все, далеко не каждый человек способен, ну, испытывать чувство определенного накала, определенной силы и так далее. Это нужно понимать. То есть, если вы, например, испытываете сильные чувства по отношению к человеку, если вы испытываете сильные эмоции по отношению к нему, то это совершенно не значит, что он будет испытывать то же самое к вам. Не потому, что у него нет чувств, как таковых, а просто потому, что он может быть не способен на это. Но вам, вам-то это нужно, как я понимаю, и, соответственно, можно, можно, можно задать вам вопрос. А для чего вам нужна взаимность от молодого человека? Зачем она вам? Именно вам? Чего вы хотите? И принимаете ли вы его без этой самой взаимности? Ну, то есть, если предположить, что мужчина, ну, не взаимно, не взаимно. Его чувства, они не настолько взаимны, как ваши, да? Вот. Принимаете ли вы его таким или нет? Это очень важный момент. А если вы, как говорите, прилетели к нему, то, опять же, момент такой. Для чего вы это сделали? Зачем вы это сделали? С какой целью вы это сделали? Вы это сделали, чтобы что? Понимаете? Это очень важно. Точно. Очень важно. Потому что, если вы для человека что-то делаете, то вы это делаете для него, не для себя. А если вы это делаете не для него, а для себя, то здесь нужно остановиться и спросить себя, а я-то сама чего хочу, что я делаю, вот этим поведением, этими поступками, вот что я делаю, что я делаю. Буду ли я счастлива от того, что делаю? Понимаете? Вот. Знаете, какая цель? Потому что, если вы делаете, например, что-то, и вы не счастливы, то очевидно, что делать это, ну, не стоит. Да? Тогда. Вот. Потому что, в едином случае, вы будете просто-напросто постоянно испытывать фрустрацию, и постоянно вас будет волновать этот вопрос. Будете ли вы вместе с человеком или нет? Получается, что вы уже интересуетесь как бы не им, да? Не им самим вы интересуетесь, а интересуетесь вы по большому счету собой в этих отношениях. А люди, они в любом случае это чувствуют. И если ваш мужчина почувствует, что вы интересуетесь, например, собой, а не им, или если вы чувствуете, что вы для себя приехали, или для себя, например, требуете от него каких-то вещей, ожидаете от него каких-то вещей, то мужчина вполне может воспользоваться этим, воспользоваться этими моментами либо для манипуляции вами, либо для отдаления от вас дальнейших. То есть вы, грубо говоря, теряете свою ценность каждый раз, когда действуете, ну вот примерно таким образом. То есть здесь нужно подумать, для чего это все, зачем это все, с какой целью это все. Понимаете, и насколько все это нужно вам. То есть что касается человека, то либо вы его принимаете, да, таким, какой он есть, безоговорочно, либо вы его не принимаете. Безоговорочно. Если вы его безоговорочно принять не можете, то вместе вы с ним не будете. Потому что кому-то из вас это надоест. Быстрее надоест кому-то из вас. И либо это будете вы, либо это будете мыши. То есть если это будете вы, то вам будет, ну не так больно, не так тяжело, не так критично, если это будете вы. Если это будет мужчина, то для вас это будет чуть ли не удар и существенное понижение, возможно, существенное понижение вашей информации. Так что я уверен, что в убийстве вы будете только в том случае, если будете вести себя соответствующим. То есть если будете оправдывать свою ценность, если будете давать мужчине почувствовать ее, вашу ценность. Подчувствовать на вас мужчине почувствовать, что вы ценность. Вот. Настоящему ценность. То есть если вы не будете в нем растворяться полностью. Ну тогда я думаю вы будете уйти. Потому что мужчина это такое существо, которому нужно завоевывать. Завоевывать женщину. Если кто ее завоевывает, значит ну соответственно все в порядке. Если он ее не завоевывает, то соответственно ценность такой женщины для него падает. Какой бы она ни была. Какой бы она ни была. Вот абсолютно какой бы она ни была. Ценность ее падает. Поэтому соответственно здесь я полагаю, что решать исключительно вам. То есть если вы готовы человека, ну например потерять, если вы готовы его отпустить. Если вы готовы остаться без него. Если вы готовы пережить вот это вот все, что будет, если вы не будете вместе. Вот. То ведите себя так, как ведете сейчас. И если все-таки есть какое-то понимание того, что это ведет в никуда, такая вот линия поведения. Линия поведения ваша ведет никуда. Ну соответственно. Старайтесь вести себя более сдержанно. Мужчины. И показывайте ему границы. Свои границы. То есть что можно по отношению к вам. Что нельзя по отношению к вам. И почему. То есть не будете говорить мужчине нет. Не будете говорить мужчине нет. Тогда, когда это нужно. Тогда, когда это необходимо. Не проявляйте постоянно свою доступность. Это вот единственное, что влияет на, скажем так, на то будете ли вы вместе или нет. А в остальном, в принципе, вам подскажет только эзотерика. Потому что именно эзотерики определяют будущее. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ вам. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. Вот. В конце мне бы хотелось сказать немножечко про вас обоих. Как я вижу вас на фотографии. Да? Вот. Есть вы. И есть ваш молодой человек. Которого вы любили. Эмоциональная такая, да. Вызывающая в некоторой степени требовательная. Понимающая, чего вы хотите. И, соответственно, привыкшая все контролировать. И вам не очень нравятся ощущения, что теперь какие-то вещи зависят не от вас. Как касается мужчины, то он, на мой взгляд, старается быть веселым. Старается быть таким общительным, обходительным, введливым, интересным. Вот. Но, по моему мнению, близко он к себе людей не подпускает. Вот. Так как вы хотели бы, чтобы он вас подпустил. И, соответственно, это мужчины, которым вы все-таки не нравятся, когда женщины, ну, навязываются и не нравятся, когда они на него давят. Вот. Вот. То есть, ваш мужчина не похож на того, кто будет терпеть подобные отношения. Имейте это в виду. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok